Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Федеральная резервная система только что взорвала бомбу на финансовых рынках и фактически обрушивает их. Криптовалюта падает, S&P 500 падает, NASDAQ падает. Это самая большая распродажа на рынках за последние два месяца. Что же происходит и насколько далеко все это может зайти? Об этом и поговорим в этом видео. А если тебе нравится подобного плана контент, почему бы не поддержать это видео лайком? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Давай наберем хотя бы 8000 лайков. Большое спасибо за твою поддержку. Начнем с того, что происходит. Федеральная резервная система заявила о том, что начинает подготовку не просто к сокращению закупок, а к избавлению от накопленных за времена пандемии активов. Что делала ФРС до этого? Каждый месяц она покупала активы на 120 миллиардов долларов. Затем ФРС наконец признала, что инфляция вышла из-под контроля. Также они заявили, что экономика возвращается к так называемым нормальным значениям. И поэтому система будет сокращать все эти покупки. Так что рынки уже это знали и это падение обязано совсем не этому. Но вчера произошла встреча Федерального резерва, и участники этой встречи заявили, что они собираются делать теперь. И вот это было уже абсолютно неожиданно для всех рынков. Федеральная резервная система приступила к планам по сокращению количества активов, которые она держит. При этом члены собрания говорят, что это сокращение начнется после того, как Центральный банк начнет повышать процентные ставки, что может произойти уже в марте или в апреле этого года. Это очень большие новости. Почему? Потому что в прошлый раз, когда это случилось, произошло то, что называется Taper Tantrum. Термин в финансовом мире, который означает переполох инвесторов на рынках. И сегодня рынки тоже очень разочарованы, потому что за два последних года они очень привыкли к печатанию денег и огромному стимулированию экономики через денежные вливания ФРС. Теперь же Федеральная резервная система Соединенных Штатов заявляет, что собирается не только полностью остановить покупки активов в марте, но и начать продавать свои балансы. А что же происходит с их балансом в последнее время? Давай посмотрим на этом графике. С начала пандемии, с марта 2020-го, их баланс взлетел с 3,8 триллиона долларов до почти 9 триллионов долларов. Вот сколько денег они напечатали и влили в рынки за эти два года. Теперь они собираются распродавать этот баланс тревожными темпами сразу же после первого повышения процентных ставок. Почти все участники встречи Федеральной резервной системы согласились с тем, что, вероятно, будет целесообразно начинать сокращение баланса Федеральной системы в какой-то момент после первого повышения процентной ставки. Что же все это значит? Рынки ожидали повышения ставок в марте или апреле 2022-го, но они не ожидали, что в это же время ФРС начнет избавляться от своих активов. Обычно в прошлом цепочка действий была такая. Система сначала сокращает покупки, затем повышает ставки, а затем сливает свои активы. Но на этот раз ФРС собирается делать это все сразу, что очень сильно напугало рынки. Что еще больше пугает инвесторов, это то, что ФРС собирается делать это куда быстрее, чем в прошлые разы. В протоколе встречи также указано, что как только процесс продажи активов с баланса ФРС начнется, темпы сокращения этого баланса, вероятно, будут быстрее, чем во время предыдущего периода нормализации в октябре 2017-го. Давай посмотрим на баланс активов Федерального резерва на этом графике. Мы видим, что в конце 2017-го года они начали сокращать свой баланс с 4,5 трлн долларов до 3,5 трлн долларов в сентябре 2019-го. Сокращение продолжалось 2 года до тех пор, когда случился кризис на рынке РИПО. Затем пандемия, и тогда ФРС уже пришлось выкупать активы на рынке еще больше, раздувая денежную массу и инфляцию доллара. ФРС США не просто объявила 3 раунда повышения ставок в этом году, но также еще 3 в следующем году и еще 2 повышения ставок уже в 2024-м, как видно на этой диаграмме. А это значит, что за эти 2 года процентные ставки должны вырасти как минимум до 2%. Это будет иметь большое влияние на фондовый рынок, криптовалюту и рынок недвижимости. Потому что все эти три направления инвестиций за последние 2 года очень сильно привыкли к огромной куче бесплатных денег, которые печатала ФРС и раздавала под 0%. На самом деле это и есть главная причина, почему рынки били все рекорды, и биткоин дорастал до 69 тысяч долларов. Но если проанализировать рынок недвижимости, любой человек, который имел с ним дело, скажет, повышенная на 1% ставка ФРС обрушивает рынок недвижимости на 10%. Так что рост процентной ставки до 2% в 2024-м может привести падение цен на недвижимость на 20% уже через 2 года. Ты скажешь 2 года ждать, это так долго, но многие люди покупали недвижимость прямо сейчас, когда она на пике. Им и так придется держать ее больше 2 лет, если они захотят продать ее в плюс. Есть еще одно событие, которое может сделать повышение ставок гарантированным. Основной отговоркой ФРС для того, чтобы не повышать ставки в 2020-м и 2021-м, было то, что они очень хотели исправить ситуацию с рынком труда и безработицей, не обращая при этом внимания на рост инфляции. Но теперь мы видим эти новости. В декабре рост числа рабочих мест в частном секторе составил 807 тысяч человек, что более чем вдвое превысило ожидания. Так что теперь ФРС навряд ли сможет использовать эту отговорку и впредь. Давай покажу тебе еще несколько очень простых примеров, которые показывают, почему цены на рынках зашкалили уж слишком высоко в 2021-м. Посмотри на эти индикаторы. Это индикатор Уоррена Баффета. Это соотношение фондового рынка США к ВВП США. Он показывает, что сейчас рынок сильно перегрет и составляет 218% от размера ВВП. Это также значит, что сейчас рынок перегрет даже сильнее, чем во времена доткомов. Вот здесь. Стоимость американских фондовых гигантов также достигает отметок времен доткомов, как мы видим на графике. Крупнейшие акции на американском рынке почти достигают уровня перегретости времена доткомов. При этом они намного выше, чем в 2008 году, когда происходил финансовый кризис. Даже легендарный инвестор Чарли Мангер назвал безумием ситуацию на фондовом рынке. По его мнению, происходящие события еще безумнее, чем во времена доткомов. Итак, ребята, это именно тот момент, который мы все ждали. Когда ФРС США сокращает свои покупки, повышает ставки и вообще начинает продавать свои активы, это просто экономически приводит к падению цен на рынке. И это тот момент, когда я накапливаю монеты. Даже если мы сейчас увидим медвежий рынок до 2024, я все равно буду накапливать монеты и очень активно. Как я это буду делать? Да так же, как в 2018, 2019 и 2020. Я буду покупать каждый месяц на фиксированную сумму, не обращая внимания на курс. Это очень действенная долгосрочная стратегия. Лучше ее просто-напросто нет. Я еще раз напоминаю, медвежьи рынки это когда мы накапливаем монеты, причем дешевые монеты. А бычьи рынки это когда мы их продаем. Мы продаем дорогие монеты. Ни в коем случае не наоборот. Если ты делаешь наоборот, скорее всего ты останешься без денег. Шансы на это очень-очень высокие. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, почему бы не поставить ему лайк? Это очень помогает каналу, а мне всегда очень-очень приятно. А также подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. И обязательно Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok